Готовясь к этому путешествию, я читал про изумрудную пещеру, и мы целево сюда ехали. И вот вдалеке что-то проявляется, и мы что-то видим. Погода туманная, но тем не менее солнце светит ярко. И вот мы видим толпу людей, которые устремляются в эту щель. Мы видим, как люди плывут, туда протянута веревка, и они уплывают. И скоро мы соберемся сюда. И для тех, кто соберется сюда плыть, обратите внимание, что ласты не дают. Жилет на мне не сошелся, поэтому съемки получились, скажем так, немножко... Ну, в общем, короче говоря, прошу не оценивать их качество. Рекомендации, берите жилет, а если вы, как и я, в жилет не влезаете, то берите спасательный круг, он вам поможет получить больше удовольствия от того, что вы увидите впереди. Вот туда и поплывем. Сразу у входа не гоните, остановитесь. Это позволит вам понять, почему эту пещеру называют изумрудной. Первые секунды, когда прекращается свет, это хаос. Это то, что вы только что видели и услышали. Но не поддавайтесь ему. А если вы возьмете с собой подводный фонарик и немножко посветите по сторонам, то вы увидите красоту. Не старайтесь гнать за группой, вы все равно ее потеряете. Заблудиться здесь абсолютно невозможно, ориентируясь еще и на толпу народок. Подплывая к выходу, вы снова зацените, почему пещера изумрудная. Настя, вернись. Все. Если в вашей группе фотограф, то обратите на него внимание и периодически к нему поворачивайтесь. Иначе он будет снимать только вашу попу. Алена, подвернись. Если вы думаете, что вы увидели уже самое интересное, то вы очень-очень ошибаетесь. Вот это пещера, из которой все выплывают. Видите, маленькая бухточка, которая все это окружает. Совсем маленькая. Фактически дыра в горе, потому что вокруг вертикальные скалы. И вот из той дырки мы только что выплали метров пятьдесят сто в полной темноте. У вас будет несколько минут для того, чтобы насладиться этим офигенным местом, пофотографироваться под чудесными растениями и приготовиться к дороге назад. И вот толпа народу устремляется в дырку пещеры. Сейчас туда пойдем и мы поплывем точнее. По пути назад у вас есть возможность толкаться в толпе идущих навстречу, материться по этому поводу, лягаться и получать лягушки от соответствующих плывущих вперед и назад людей. А есть возможность расслабиться и просто понаблюдать по сторонам. Для этого, во-первых, у вас должен быть фонарик. Во-вторых, не гоните, не торопитесь. Все равно лодка без вас не уплывет. А может быть, если уплывет, это даже и к лучшему. И это позволит вам заценить красоту этой пещеры и ее изумрудность, которая видна особенно на входе и на выходе. Вот так выглядит вход в эту самую пещеру. Вот мы из нее уже выплыли. И вот наш корабль. А если вы хотите получить максимальное удовольствие от этой пещеры, то надо морально приготовиться к небольшому испытанию. Необходимо абсолютно не гнать, а расслабиться и получать удовольствие. Ну а если вы хотите получить максимум, без толпы людей, то можно поселиться в небольшом отеле, а по-моему, даже не одном, находящемся на этом маленьком острове и отправиться в эту пещеру рано утром или поздно вечером, когда не будет основной толпы туристов, приплывающих сюда на лодках. Получите удовольствие от этого места. Продолжение следует... Продолжение следует...